Микс Ньюс И еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Олег Пеков, в студии за звукорежиссерским пультом у нас Родион Золотарев. И сегодня в нашей студии руководитель фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Я с огромным удовольствием предоставляю вам слово, чтобы рассказать о цикле концертов, которые пройдут сейчас в Латвийской национальной библиотеке. Я понимаю, что это как раз будет возможность для родителей с детьми прийти и таким образом прикоснуться к прекрасному, к музыке классической. Ой, вы знаете, даже не только классической музыке. А если и прикоснуться, то напрямую, вот буквально прям практически потрогать руками. Дело в том, что я много лет занималась лекторством и придумывала всякие интересные формы, как знакомить людей, детей, взрослых и целиком семьи с музыкой. И вела концерты и в симфоническом оркестре нашем. И до этого многолетний цикл разных концертов в Доме работников искусств. Потом был известный перерыв, поскольку я занималась концертной деятельностью. Ну, в прошлом году пришло решение возобновить цикл этих концертов. Очень меня в этом поддержали мои друзья, фонд «Открытый мир». И вот я очень благодарна им за то, что в прошлом году они дали мне возможность уверовать в то, что это по-прежнему нужно и возможно. Естественно, проходит время, и если сравнивать с тем, что я делала 15 лет назад или 10 лет назад, это другой подход, я бы сказала. Мы живем уже полностью в 21 веке в технологической эре и общаемся с людьми, у которых на первое место среди органов чувств выходит все-таки зрение. Мы очень много смотрим, читаем, листаем. Все новостные каналы, порталы и дети вырастают визуально оснащенными. И поэтому, и предоставляя музыку, мы должны не забывать о том, что она не существует сама по себе, а в нашем современном мире она существует как часть большого комплекса всего того, что человек поглощает. И, естественно, наша цель, самая главная, это, как вы правильно сказали, приобщить к этому удивительному миру, которому нет цены и у которого нет времени. То есть, знакомя людей или им напоминая о Бахе, о Моцарте, о джазе, о музыке Чаплина, о чем угодно, мы возвращаем их к ним самим. То есть, музыка – это не только способ познания мира, но это и способ познания самого себя. И мне кажется очень важным, чтобы это познание начиналось с детства, чтобы человек не взрослым, оснащенным, умудренным и абсолютно сложившимся впервые столкнулся с классической музыкой, а чтобы он с нею жил. Понятно, что музыкальный мир, он тоже очень многообразный. И вы, как человек, любящий музыку, это очень хорошо знаете, что она есть и классическая, и неакадемическая, и фолк, и поп, и рок, и все что угодно. И всегда мне казалось, что моя задача в этом многообразном мире на этой удивительной карте расставить флажки, просто сказать, еще есть это, 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 есть эти точки, есть эти пункты, которые, может быть, вам тоже будут интересны наряду с современными течениями, которые, как мы знаем, претерпевают тоже эпоху расцвета, а потом иногда даже полного забвения. Ну и сказали, что это тоже можно вспомнить, что Баха какое-то время забыли, слова открыли. Конечно, да, да, да. Так что и для нас с вами есть возможность открывать эту музыку для себя заново и на другом уровне. То есть вот я сказала о технологической эре, и, например, в том проекте, который мы предлагаем уже послезавтра, в это воскресенье, и это второй год, первая лекция, концерт, называется она «В гости к Баху», мы приглашаем вас в гости к Баху. То есть мы придем к нему в гости туда, где он жил, обитал, творил, любил, ел, выпивал и так далее. То есть мы пригласим к нему в гости, мы пригласим к нему в храм, мы пригласим к нему во дворец, мы пригласим к нему в кофейный домик и так далее. И не буду раскрывать все секреты. И люди не только услышат музыку, они очень много увидят на экране. И на экране мы увидим, например, марки разных лет, выпущенные в честь тех или иных юбилейных дат, связанных с Бахом. Мы увидим, каким видели Баха современники и как над ним мило подшучивают нынешние наши с вами современники. Мы увидим некоторые уникальные записи о баховской музыке, очень необычные, в необычном прочтении. И мы, естественно, услышим живую музыку. И я очень рада, что в концерте будет участвовать Евгения Лисицына. И в отличие от других мест, где она играет, в этот раз мы ее увидим. И увидим, как она играет не только руками, но и ногами, не только на клавиатуре, но и на ножной педали. И это очень интересно, потому что, когда ты видишь, как музыкант эту музыку создает, у тебя совершенно другое ощущение причастности к тому, что происходит. И я сама буду играть. Еще будет играть замечательный саксофонист. Саксофон – инструмент молодой, но на его голос очень хорошо ложатся вокальные мелодии Баха. И мне кажется, что вот тот формат, в котором мы предлагаем эти лекции, концерты, а вот первая называется «В гости к Баху», вторая времена года состоится в преддверии Рождества 17 декабря, а третья – русский альбом. В прошлом сезоне у нас уже был русский альбом, поэтому этот мы назвали «Русский альбом. Второе издание», потому что это будет, естественно, другая музыка и другие композиторы, и по-другому будет построен рассказ. Потом у нас, мне кажется, будет очень интересная концерт-лекция под названием «Бетховен 360 градусов», то есть как бы вот планета бетховенская. Потом у нас будет, я думаю, это будет очень интересно для родителей, детям, конечно, тоже, но и родителям будет особенно интересно, называется концерт «Клара и Роберт Шуман – Love Story», поскольку у них была очень необыкновенная история соединения, поскольку Шуман учился у отца своей возлюбленной, и тот прекрасно представлял себе, что является собой Роберт, не только гений, но и странный человек, к тому же без особых видов на жизнь. Поэтому он не разрешил своей дочери выйти замуж за Роберта, и те восемь лет, восемь лет сражались за право быть вместе, в конце концов, подали на него в суд на отца, для того, чтобы соединиться. Эта история будет рассказана. Да, это будет рассказана, показана, будут читаться письма, удивительные с обеих сторон, будет играть музыка. В общем, это будет очень лирично и совершенно необыкновенно. И последний концерт этого года в цикле «Новая филармония» называется «Чаплин мультимедиа», поскольку он был и композитором, и актером, и режиссером, и вообще как бы первооткрывателем во многом, то есть пионером в разных областях искусства XX века, то мы назвали этот проект именно так, «Мультимедиа вокруг Чаплина», и будем показывать фрагменты из его фильмов, играть его музыку, и, в общем, тоже будет очень здорово. Но первая лекция состоится уже завтра. Мы всех наших слушателей приглашаем. В воскресенье. В Латвийскую национальную библиотеку. Начало встречи в 12 часов. Вы можете либо купить сегодня или завтра билеты в билиш-сервисе, цена билетов только 5 евро, и места ненумерованные, либо вы можете прийти за полчаса до начала и приобрести билеты прямо там, около зала. И мы рады всем, мы счастливы, что можем это продолжать, и мы очень надеемся, что у нашего... Мы очень надеемся, что у нашего цикла будет продолжение, и будут друзья, которые будут его поддерживать. И я уверена, что у этого направления большое будущее. И что я хотела бы еще сказать, как мне было приятно в прошлом году, когда я на этих лекциях, концертах видела своих бывших учеников, лицеистов, которые пришли со своими детьми, с мужьями, с детьми, детей, у кого двое, у кого трое, и вот целыми семьями. И тогда ты понимаешь, что все, что ты делаешь, оно не зря. А это будет... С какого возраста можно будет приводить детей? То есть для какого возраста интересно это? Вы знаете, эти встречи построены таким образом, что начиная с 5 лет, если ребенок умеет просто спокойно сидеть, если он не очень шаловливый и непоседливый, то в любом возрасте для себя на этих лекциях, концертах можно что-то найти. Просто я это знаю по опыту. К нам приводили детей в прошлом году, даже 3-4-летних, и они видели мультфильм, поскольку там есть мультфильм. Кто-то постарше слушал музыку, слушал интересный рассказ, смотрел видеоматериалы, которые, ну, не такие, может быть, детские. То есть мы стараемся предложить такой комплекс информации и удивительных музыкальных рассказов, и дать такие художественные впечатления, чтобы каждый возраст, бабушки, дедушки, мамы, папы, дети, племянники, чтобы все для себя что-то нашли. И мне кажется очень важным именно то, что семьи ходят разными поколениями на эти встречи, потому что потом они могут обсудить это, они могут об этом потом поговорить. И я знаю, что так и было в прошлом году, что наш концерт, он потом был темой обсуждения всей семьи еще в течение нескольких дней. А мы так нуждаемся в общении. И это то, чего каждому из нас не хватает, и взрослому, и ребенку. И наши вот эти концерты-лекции, с одной стороны, дают возможность публике общаться с музыкантами и великой музыкой, а с другой стороны, всем им, тем, кто к нам пришел, наш концерт дает потом возможность продолжить общение внутри своей семьи. Может быть, это и как раз будет первым выходом в свет, там, для ребенка, первое посещение концерта. Конечно. И представляете, сколько впечатлений. Он пришел в концертный зал, в очень красивый концертный зал, кстати, не только оснащенный, но он современный, он элегантный. Он построен по такому принципу, что где бы ты ни сидел, ты прекрасно видишь и слышишь, потому что он идет амфитеатром. И как-то так пропорция соблюдена, что даже если сидишь в последнем ряду, все равно кажется, что очень близко к сцене. И ребенок услышит звучание рояля, услышит звучание органа, услышит звучание саксофона. Мало того, после концерта он может подойти к органу и сам попробовать на нем поиграть. И Женя, естественно, разрешает это. Мы потом говорим только, пожалуйста, не все вместе, не торопитесь, мы никуда не торопимся, мы всем дадим возможность. Есть же дети, которые занимаются музыкой. Детки, первый, второй, третий класс, они потом идут к этому органу и на нем сами с удовольствием играют. Женя показывает, как работает педаль. Кто-то садится и прямо пытается ногами тоже нажимать на эти большие клавиши. Ну, то есть это действительно самые разные возможности. Потом они услышат саксофон. Для многих это будет открытие. Они увидят, как человек играет на органе, что это просто многорухи шива. Это не ноги, это вторые руки, вторая пара для того, чтобы играть на таком инструменте. Потом они увидят чудесный мультфильм, они увидят фрагменты из других, не буду рассказывать какие-то там детали. Ну, то есть это очень разнообразно. Я вспоминаю, как мы в прошлом году джаз показали, сделали концерт о джазе, так у нас был мультфильм, пластилиновый мультфильм английский, совершенно прелестный. И я даже думала, для какого же он возраста все-таки, потому что он такой, он был на взрослую песенку, о моей возлюбленной, которую я сегодня услышу вечером. И там был такой пастелиновый котик, который утром просыпался, пил кофе, собирался, очень красиво одевался и шел в клуб, где его ночной джазовый клуб, где его возлюбленная, с огромными накрашенными губами, тоже такая кошечка пушистая, она пела низким голосом красивые джазовые мелодии. И он счастливый сидел за столиком и смотрел на нее в луче света. Но прелестно. И оказалось, что никто из взрослых никогда не видел этого мультфильма, и потом люди мне звонили и спрашивали, где они могут его посмотреть. Или, например, в концерте, посвященном Моцарту, мы показали крошечный фрагмент буквально полторы минуты из одного фильма, где одну из главных ролей играет Депардье, и он своему другу, слушая кларнитовый концерт Моцарта, говорит, а представляешь себе, если бы Моцарт жил в наше время, вот он идет по улице, вот он озирается, вокруг световые рекламы, вот для него это все незнакомое, чужое, он растерян, но он видит двери, которые открыты, и он заходит в них, и он поднимается по лестнице, вот он идет по лестнице, и мы все в таком напряжении сидим в зале. Такое впечатление, что действительно сейчас раздастся звонок, и звонок в дверь раздается, потому что им звонит разгневанный сосед, потому что они эту музыку слушают 4 часа ночи. Но вот этот крошечный фрагментик, он настолько трогательный в смысле отношения современного человека к Моцарту, то есть он его делает своим современником, слушая эту музыку. Так ко мне потом человек 40 подошло, после концерта спросили, что это за фильм, мы этот фильм не видели, а это французский фильм под названием «Приготовьте носовые платки», который вообще о другом, он вообще о другом, он вообще не о музыке. Но вот я помнила, что там есть этот фрагментик, и я его показала. То есть совершенно неожиданные вещи происходят во время этих встреч, и люди потом из дома слушают музыку на Фейсбуке. Теперь же у нас это замечательная сеть, мы все о друге очень многое знаем, и люди пишут, что они пришли домой, кто-то залез в Ютьюб, стал дальше другую музыку слушать, того же композитора, о котором мы сегодня говорили. Кто-то взял ноты и стал играть, вспоминать свою музыкальную школу. То есть оказывается, что эти концерты, они еще будоражат вот нашу собственную человеческую память, и наше желание вот прикоснуться к этому еще раз. Потому что я считаю, что это та прививка, которая бессмысленно противится, и которая потом дает, на самом деле, стойкость к очень многим жизненным обстоятельствам, и помогает с невзгодами справляться. Не говоря о том, что мне кажется, что при всем многообразии технологий, которые как будто бы нам дают огромнейший выбор. Вот протяни руку, и ты можешь услышать записи. Все равно живое исполнение, оно ничем не сравнится, и, наверное, это, в самом деле, вот одна из таких удивительных возможностей, прийти, услышать живую музыку, живое исполнение Баха, и еще прослушать дополнительно лекцию, которая приблизит великого композитора к нам. И показать это, понимаете, можно, конечно, просто прийти в музыкальный музей. Вот, когда мы приходим на концерт, это своего рода музыкальный музей. Я сама очень люблю музеи, но я прекрасно понимаю, что даже музеи сейчас разные, и есть интерактивные, и есть те, где можно самому что-то делать, и есть те, где можно трогать экспонаты. В данном случае мы даже даем трогать экспонаты, но главное, что мы и эту музыку преподносим и в традиционном, то есть как бы музейном варианте, и в современном. То есть, например, мультфильм с этой музыкой, или фильм, где эта музыка используется совершенно иначе, чем мы себе представляли. Или это другое исполнение, не классическое, скажем, а джазовое. В прошлом году мы пригласили джазовых музыкантов на встречу по поводу музыки Баха, и они в конце, по моему заказу, они сделали такую серию импровизаций на 15 минут, где они играли в джазовых обработках, импровизировали на баховские темы. Потом у нас есть такие штучки, мы сейчас не будем рассказывать, где у людей, сидящих в зале, будет возможность участвовать в том, что происходит на сцене. Участвовать. Не буду говорить все, не буду раскрывать все секреты, но я вас уверяю, что действительно это удивительные, ни с чем сравнимые, ни с чем не сравнимые музыкальные впечатления, потому что они очень разнообразные, они очень светлые. И вот люди, которые уходят после этих наших концертов, лекций, они говорят, что они как будто бы, ну, кто-то, кто постарше, говорит, мы просто омыли душу. Те, кто помоложе, говорят, боже мой, это такой драйв, это такое наслаждение. А дети говорят, а когда будет следующий раз? А елка будет? Так вот, в декабре, конечно, и елка будет. Приходите в воскресенье, 26 ноября, в 12 часов, в зал заедание в Латвийской национальной библиотеке, и это начало цикла, то есть будет продолжение, так что следите, вы всегда можете, наверное, найти информацию на страничке фонда Германа Брауна, hbf.lv, заходите, вы увидите, когда будет следующий концерт, следующее. И еще я хотела сказать, что у нас есть и система абонементов. Можно купить абонементы сразу на все 6 концертов, и это тоже приятно и с финансовой точки зрения, потому что абонемент стоит тогда 25 евро. Вот, и очень многие у нас покупают абонементы. Те, кто были в прошлом году, они уже вкусили, они уже поняли, они понимают, что им это нравится, что они хотят продолжения, они уже приобрели абонементы. Абонементы можно приобрести? Можно будет даже прийти там и перед началом тоже купить сразу абонемент на все 6 концертов. Так что приходите послезавтра в 12 часов 26 ноября в Латвийскую национальную библиотеку. Спасибо большое, Инна Давыдова, руководитель, глава фонда Германа Брауна, сегодня была у нас в гостях. Спасибо, до новых встреч. Я очень рада, до новых встреч, спасибо, впереди у нас масса замечательных концертов, но об этом мы поговорим отдельно. Благодарю.